Однако стоит задуматься и о будущем. Так Минфин предлагает жителям страны добровольно увеличить свой взнос во второй пенсионный фонд с 2 до 4 или 6 процентов, что должно позволить в будущем, после достижения пенсионного возраста, гарантировать чуть лучшее материальное положение. Однако государство в любом случае считает, что первые две ступени из трех должны обеспечить пенсию, равную 40 процентам средней зарплаты. Чтобы улучшить ситуацию, надо либо воспользоваться третьей ступенью, либо подумать об иных возможностях вне пенсионных фондов. До сих пор средства из третьей ступени можно было взять лишь в виде пожизненной пенсии, либо как срочную пенсию, либо как одну большую сумму целиком. Но на практике гибкие решения срочной пенсии не использовались. Продолжительность выплаты должна была обязательно равняться средней продолжительности жизни. Использовать средства, накопленные в третьей ступени, можно по-разному. Каждый принимает решения сам, в том числе и с учетом общей накопленной суммы. Можно выбрать пожизненную пенсию, можно срочную, а можно просто забрать сумму целиком или по частям. Конечно, в каждом случае есть определенные правила. Третьей ступенью можно распоряжаться достаточно гибко, но иногда придется выплатить 10 процентов налогов. Для начала есть смысл подумать о пожизненной пенсии и посоветоваться со специалистами. Теперь взять деньги из третьей ступени можно очень гибко. Ограничений практически нет. Просто размер налогов будет зависеть от того, достигли вы пенсионного возраста или нет. После пенсионного возраста пожизненная пенсия и длительная пенсия не облагаются налогом. В противном случае налог равен 10 процентов. Можно получать пенсию и не выходя из пенсионных фондов. Вы не выходите из пенсионного фонда, инвестирование средств продолжается. То есть, если инвестиции приносят доход, то активы растут. Это относится и к третьей ступени. Однако, если доходность отрицательная, то и стоимость накопленных пенсионных активов уменьшается. Пожизненная пенсия будет выплачиваться всегда и не облагается подоходным налогом. Выплаты по срочной пенсии закончатся, когда накопленная сумма будет исчерпана. Надо выбирать между меньшей пенсией, но с более продолжительным сроком, или большей пенсией, но с более коротким сроком. В любом случае вы всегда можете изменить договор. Главное в том, чтобы уже сейчас призадуматься о будущем. Вадим Алышкин, Михаил Владиславлев. Новости Таллина.